Уважаемый Сергей Кужугетович! В новостях новый проект подводной лодки и нас под названием «Войска быстрого реагирования». Дело в том, что это не может быть «Войска быстрого реагирования». Потому что привод – паровоз, а вместо угля – ядерный реактор. Еще раз – оружие хорошее, ракеты идеальны, а привода нет. Паровоз – новая подводная лодка, 2018 год. Паровоз. Мало того, это не просто позор, тут есть еще один позор, прямое включение. Что значит прямое включение? Я, паровоз, должен дуть паром на воду. Какое быстрое реагирует? – Вот, показываю. Без топлива, топлива нет. Ни ядерное топливо, ни уголь, ничего не нужно. Само работает. Мотор вращает генератор, питает мотор. Мотор вращает генератор, генератор, бетонометр, литр. Ноль рублей. Абсолютно. Эта же система – это лом резервной валюты, желательно рубля. А у вас что? Паровоз. Прямого включения – это двойной позор. Причем он везде, он не только в подводных лодках. Вот, например, ледокол. Новое поколение. Привод. Паровоз. И опять прямое включение на винт. И снова здесь стоит ядерный реактор вместо угля. Еще хуже. Заправка этого реактора стоит 60 миллионов евро на определенный срок. Ничего не стоит. Потому что топлива нет. Сейчас… Дело в том, что не только здесь. У вас везде паровоз. Атомная электростанция. Сразу вранье. Электростанция – это генератор. Это не ядерный реактор. И не паровоз. А это генератор. А у вас даже генератора нет. Нигде нет. Нигде нет. На подводной лодке у вас применяется синхронный электродвигатель. Сила для привода потребления в 5 раз больше. Сила для привода этого электродвигателя в качестве генератора в 5 раз больше. А если прямое включение, то в 500 раз больше. Тем более эта же штука стоит 9 миллиардов. Время строительства – 20 лет. А время изготовления и время в тысячу раз меньше и в тысячу раз быстрее. Теперь представьте такую ситуацию. Я живу в Италии. Не в России. Здесь же есть агенты из всех. Соединенные Штаты, Европа и Китай. А если вот эти проекты появятся в Китае, быстрое реагирование. Не просто быстрое реагирование. Совсем. Вот даже у меня и слов нет подобрать, как сказать. Еще раз. В китайских подводных лодках стоят тоже паровозы. Но тот, кто будет владеть вот этой технологией, автоматически становится мировым лидером. Причем без затрат. То есть затрат в тысячу раз меньше. На изготовление в тысячу раз меньше и в тысячу раз быстрее. Еще раз спрашивают. А если вдруг овладеет Китай? Вот сейчас еще про космос. Летать в космос нельзя никак. Никогда. Потому что любой космический корабль – это бочка пороха. А если еще и туда поставить ядерный электр, получится поражение защитных оболочек. Причем всех. Это здесь три нарисовано, да? А на самом деле шесть защитных оболочек прожигают. Они все дырявые. Вот еще одна дырка. О чем я вообще рассказываю? В космос летать нельзя. Я или человек, или земной шар – это одно и то же. У меня есть защитные оболочки. Если какие-то дураки летают здесь на бочке с порохом, то они прожигают у меня это все. В результате чего космическая температура минимальная – это минус 270 градусов. Может быть еще меньше – это минус 500 градусов Цельсия. тоже может проникнуть сюда. И все. Капут все. Предупреждение уже было в Италии и в Соединенных Штатах. Эта температура прошла через эфир. Птицы летели, ударились о лед и умерли все. Стая птиц умерла от удара о лед. Может, вы этого не знаете. Поэтому я делаю видео. Потому что время уходит не в сторону российской армии. Станут доступными для любого человека. Со всей очевидностью проявится Мессия, который проложит традиционные пути спасения. Это будет происходить на фоне снижения препятствий к нефти и на фоне традиционного усиления роли государства. Представления о космосе будут подвергнуты чрезвычайно активной экспертизе. После чего установится новое знание. Вниз, внутрь нуля. Этому будет способен в том числе и фотокамер, установленных на квадрокоптеры. Развитие цифровых технологий потребует больше электричества. Все более актуальным станет то, где и как получать его. Цивилизация станет электрической. И, в конечном счете, все внимание в 2018 году будет приковано к тому, как повелит великую богиню. Кто такая богиня, нам не интересно. Важен тот факт, что Мессия появилась уже давно, но она почему-то не в России. Это раз. Отвязать бюджет России от нефти достаточно 2-3 месяца. Отвязать подводные лодки, корабли, а также всю военную технику от топлива еще проще. Но, еще раз, уважаемый Сергей Кужугетович, время важно. Агенты просто так здесь не лазят. Тем более, Отрак Вячеслав уже предупредил. В Черном море будет взрыв. Это значит, что сероводород на дне Черного моря взорвется. Это значит, что вся армия, которая там находится, тоже взорвется. И люди, которые там живут, а также в округе на диаметр более 100 км. А после этого еще и взорвется атмосфера, которая уже давно продрявлена. Еще не хватало, если после взрыва сюда придет температура абсолютного нуля по Келлину. И это все делают военные, в том числе космические технологии. Они еще и при Советском Союзе были тоже, военные промышленности. Так что нефтяники, что они творят? Города будут провариваться под почву вместе с жителями. Спасения нет, потому что нет прибыли. То есть, если паровозы, не только в военной технике, они везде. Допустим, вот это тепловая электростанция. То же самое, паровоз. Неужели нет ни одного ученого, который не видит вот этот маразм, а? Как же так? Ну, больше всего меня беспокоит вот эта вот подводная лодка новое поколение. Паропроизвод... Еще и слово неправильно. Паропроизводящая установка. Что это такое? Паропроизводящая установка. Неграмотные люди, что ли? В подводной лодке паровоз. Вот план России на 7000 лет. За минусом 2060 год. Потому что в этом году о планету ударит астероид. Большой астероид. Поэтому к 2060 году на планете не должно быть ни одного ядерного реактора. А чтобы реализовать этот план, нужно государство. В России оно было. Документально осталось. Советский Союз. Начинайте работу. Не, я не имею в виду, что командующий должность надо будет. А имею в виду, что все подчиненные вами люди должны включить мозг. Ум. Паровоз. Китай нападет. Отрак предупредил. Китай нападет на Россию. А в Китае количество солдат в армии. 250 миллионов человек. И все патриоты. Тот, кто отдаст свою жизнь бесплатно. Ради Китая. Ради Родины. Как может российская армия защищаться? У нее везде паровоз стоит. Подводная лодка, паровоз. Крейсер. Паровоз. Ледокол. И там паровоз. И вот этот еще дизельный. Электродизель. Там даже генератора нет. То есть, по сути, у вас ничего нет. Одно название. Быстрое реагирование. И тут же они, как всегда, Росатом. Слуги дьявола. Если бы они занимались только оружием или бомбами, хорошо, это у них получается. Не надо влазить туда, где они... Ну, вообще никто. В общем, надо давать команду. В космос летать нельзя. Минимум 15 лет. Потому что 15 лет нужно для регенерации защитной оболочки. Иначе будет то, что решил Бог. Уничтожить население. Потому что оно... Любым способом. Если в защитных оболочках дырки, то сюда проникает космическая температура. Может быть, минус 500 градусов Цельсия. А может и больше. Может, минус 1000 градусов Цельсия. Для биологии вот такая температура. Мгновенная смерть. А, вот есть еще этот план. Я о нем уже рассказывал, поэтому повторять не буду. Я скажу только, что он совпадает с планом планеты. А вот план планеты. Красные точки – это землетрясения. Япония, Тайвань, Китай. В 2020 году Мариинская впадина закроется. По расчетам должна закрыться в 2021 году. Но она может закрыться раньше, потому что землетрясения на один месяц опережает будущие события. То есть, если посчитать по квази-периодам, Турция должна рухнуть в этом году в ноябре месяце. Но так как вот эти... Мексика землетрясение началось два дня назад. Это значит, за ним активируется вулкан. А если вулкан активируется, землетрясения пойдут по всем. Вот этим. От чего африканская плита пойдет вниз. Это значит, что здесь находятся вулканы, которые упадут. Если не упадут, это смерть для Соединенных Штатов. Половина населения будет уничтожена. Погибнет. Вот вся эта восточная часть, там же люди живут. Они все погибнут. За один день. Потому что вот это Карибские острова, это смерть людей, живущих в Соединенных Штатах. И она идет вот раньше, чем должно быть. Должно быть по мере отдаления Луны от планеты. Потому что весовое отношение нарушается. Если Луна отдаляется, то тогда ядро земного шара приближается к поверхности земного шара. Из-за нарушения температура магма увеличивается, и планета начинает дышать активно. А если она дышит, значит на вдохе одно землетрясение, на выходе еще одно. И в результате чего вот эта плита поворачивается, труба всем. Какая-то, какого-то, 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 какого-то. Я ответил.